полос сегодня что-то ночью как дунуло ну или не сильно дунул но по крайней мере выходил он я все это связывал можно камере будет не сильно видно шумы все крик тела лодка я моринг пересматривал и надо надоел то троса блин 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 собрал и мощь что вибрирует но есть такое это может быть надо один от ванту мне надо одну потянуть да сегодня попробуешь может посмотришь что вот я бы наверно ду че потянула значит под спущенном туда еще с михайлом досмотрели окей сейчас заведем мотор я быстро видео дадим у меня вчера телефон о телефон уже компьютер не хотел инвертор работать да и он типа все давай заряжай меня так ну что друзья посмотрим сколько же накапала вообще ерунда накапала а вот тут мы видим что она чуть-чуть под набрала где-то пока она стоит сантиметров может быть 10 значит не тут течет начнет еще подтекает но здесь у нас водичка возможно что течет где-нибудь с мачты он два человека собрались уже готовится к отплыву мотор мы завели сейчас попробую здесь пересмат который работает мы можем сделать видео наконец-то зарядился или по крайней мере заряжается так тоже не так страшно все видео сделано настройки кое-что меняем название пусть будет такое и мы готовы друзья то будем готовить как обычно кушать закончилась вода пока готовишь еду можешь наслаждаться видами так прикольно когда ты понимаешь что ты стоишь ниже воды вот на самом деле общаясь путешествие со многими людьми я вижу естественно не праздник разный подход завтра вот у меня завтрак он большой объем много еды иногда потому что я следующий раз не знаю когда поем вот андрей мы видим большой дядька он например завтра будет все лишь чаем и скажем будьте в родом мне ж надо бекона нажарить яичный яиц чтоб 45 сделать как вы это как вы питаетесь скажите пишите комментарии сейчас друзья пойдем походим под парусом поэтому приготовим щас чайку кофейку с собой завтрак вот это я понимаю сила красиво сила еда андрюха есть уже учитель сейчас пойдем отрабатывать что мы сегодня будем отрабатывать хождение под парусом может человек за бортом я бы договорились значит сейчас померяем сколько у нас воды поднимем двигатель на двигатель стоит поднять наверно то что мы туда пошла раз подскали он как-то так ну да на козла встанет на волне на драйк люки подготовиться погружение в атмосферу путешествий ну давай сначала лучше экспериментальным путем мы выяснили что датчик у нас в принципе не врет и показывает столько сколько надо здесь глубина сейчас 4 и 2 метра датчик но в этом мире да и я потерял рулетку получилось так что она как-то выскочила даньки воду вот но это не заснялось поэтому друзья теперь мы без рулетки ну купим так зажимаем дверь чтобы ничего не болталась не мешалось все переправляем что что им будет падать что не будет падать вроде как все нормально все мы готовы друзья таким он тоже знаешь да 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 пакетики всякие плавают так будем сейчас поднимать мотор поднять троп можно так микрофон ветер у нас таки не показывает все сейчас пойдем по кругу пройдемся и будем выходить как обычно готов в принципе я почти готов так куда у нас тянет пойдем туда вправо да там нормально окей тогда все можем отпускать сейчас походу здесь принято правило right red return когда возвращаешься домой то у тебя красный знак должен быть справа эта система наоборот чем Европе в Америке учиться это в Америке 5,8 всегда так сыпят на эту планету не мне не нравится такой моща такая ну смотри этот черный парусник впереди и по вон там так начали мы поднимать грот Кого? Вот, окей. Так, что-то там у нас уперлось. Стой, стой, стой. Видно ветром. Видите, трос завернул за ванту. Надо обратно повернуть. Возможно, я повернул, когда расстегивал, не обратил внимания. Наш порт оказался уже позади, точнее, он тут же потерял. Я встал по ветру. Сейчас будет попытка номер два подъема. Мы встали на встречный ветер. Соответственно, таким образом поднимаем грот. На Левентик. На Левентик. Видите, пара заполаскивает, то есть у нее нет нагрузки. Так, рифы мы отпустили. Наверное, нет. Рифы отпустить надо. Так, продолжаем поднимать дальше. Так, вторая поставлена. Второй парус у нас таксельный грот. Идем под трусами. Все, глуши мотор. Тишина и спокойствие. Забросили воблера, тянем за собой. Вдруг поймаем рыбину. Ясно. А расскажи вообще, что такое воблер. Ну, блесна, воблер. Воблер это модификация блесны. И что ты думаешь, можно на него словить? Ну, я на эту пункта ловил. А, нормально. Может, эту нет. Нам нужно теперь, как бы, смотреть, у нас отпущено метров на 50, сзади тянется леска. Ну, это нитка. То бишь, нам нужно при повороте, там вот эта вот лодка, нам не впилиться. Все, мы прошли, мы по идее дал надо нам. Если мы сейчас повернем, мы ее как раз зацепим. У нее же там тоже сзади отпущено. То бишь, нам нужно пройти хотя бы метров 50. Вот радио у нас есть. Сейчас мы вышли на глубину. И плюс скорость уже хорошая. Сейчас 5 излок уже фигачима. Колоколец добавим, чтобы вдруг, если там что-то начнется... А как, чтобы она не улетела? Так вот, я специально сделал веревочку. Сейчас мы ее куда-нибудь вот сюда разцепляешься. Да, вот сюда вот так чипки, и все. И она у нас висит. А если начнется рыба биться, вот я колоколец повесил. Класс. Просто на колокольчике ее услышим. Поворот! Давай. Резче? Да, резче, резче. Поворот это уже все. Уже все происходит. У тебя парус должен затрепыхать. Ты должен был подойти к границе ветра, почувствовать ее. Вот она граница. Резче, резче, резче. Еще резче. Круто есть. нормально все еще сейчас 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 ход потеряли перевернулся друзья помните как фильмах здесь рыбы нет вот у нас тоже ветер кончился все тишь до глади я думаю что за этим остром будет дуть идет все хорошо и там даже какая-то вроде какое-то волнение чуть-чуть есть то есть мы уже все стоим на когда уже ветра не хватает скорость пикнула ну да тогда заводим мотор как может цель паруса наполнил уже лучше чарджер идет а мы сейчас посмотрим по поводу друзья расскажу вам ситуацию сейчас философством управление миров о том что контролирует ли нас или все это каждая страна сама по себе или это все есть группа людей которые нас управляют ну короче как промывает на мозги и вот была у меня такая ситуация это просто теория в которой я в какой-то степени придерживаюсь еду я на мотоцикле но и обычно у нас в белоруссии в россии на украине той же самой мы между ряди можем без проблем летать даже европа то же самое сша в разных штатах по-разному например калифорния в этом классно суп и супер ты можешь ехать между ряд так вот еду я беларуси по могилю между ряде тут меня начинает бордюру давить машина volkswagen я люблю у нас посадок 3 volkswagen обычно самые такие интересные люди на них ездят но он меня давит бордюру но в итоге естественно я не могу его объехать защемил он меня хоть у меня было расстояние ему я не мешал ну ему просто не пара что я еду между ряд в итоге он проезжает я думаю были ну там что-то пара лимон друг друга я думаю были но вроде с одной стороны неправильно сделаю а с другой стороны ну знаешь какой-то негатив в общем светофор я остановлюсь как положено стою две минуту бах лежу короче значит сзади стоит меня машина припаркалась на по зеркалам я проверил то ехал чувак у нее что-то глюкануло он короче ударяет в эту машину та машина который при за мной то машина по инерство ударяет меня я ударяя в другую машину лежим и теперь вопрос для чего это все надо было делать то есть судьба показала например как можно это трактовать что чувак тебе сказал так не надо делать потому что вы его понимание так не надо делать то что воспитывают на что над так не делать а я знал что это безопаснее вот так даже проезжать стоять не жур wird потому что с аварии вот писали всей этой машины между мною не было дом не были раздавить мог бы то есть у меня буферная была зона ну и что получается значит надо было не стоять надо было стоять наоборот между рядом чтобы тогда аварии вообще бы не было да я в какой-то степени на этом заработал от нас выплатили потом страховку мне но все равно то есть я мог бы больше пострадать то есть все относительно поэтому это к тому что есть энергия да и вселенная которая говорит ты ему так вселенной ты просишь дай пожалуйста хочу денег да или хочу там то-то и очень часто вселенная но малыми порциями а еще бывает задержкой потому что очень много попрошай которые хотят что-то тоже изменить она тебе что-то дает например найденные деньги или например там кошелек или телефон но например я у меня была такая ситуация с деньгами вот и нашел деньги и многие люди говорят ты не должны брать потому что это это заберут в десятикратном размере а я считаю что ты должен им брать потому что если не берешь то значит и игнорируешь вселенную таким образом следовательно тебе больше не даст поэтому в какой-то где-то на что-то забирает где-то отдает эта энергия деньги это мы в нашем понимании считаем что это вот сила такая энергия кстати был такая книга читал я где типа почему деньги в какой-то степени энергии потому что она проходит через миллионы людей одна например купюру 10 долларов может обойти весь света и потом несколько раз и вернуться обратно вот и столько людей деньги же почему тоже говорят грязные да потому что ступе их же не моют подисти хоть день и эти деньги за бихо за свои за 9 там 10 20 лет могут набрать столько энергии как положительные отрицательные и таким образом они могут естественно влиять поэтому в одной помню книги там как раз было такое выражение о том что нужны бабло это как раз таки были вот это деньги потому что вампиры не питались не кровью а бабло сам то есть вот этими деньгами их энергии типа как нашли энергетический вампир короче много разных есть теории философии то что вам нравится в той версии если вы считаете так надо жить то живите так и естественно старайтесь просто людей других не учить этому потому что это ваш выбор а вот когда нас начинают люди окружать и говорить это ты не сделаешь это плохо то тут надо все игнорировать потому что очень много людей которые нас тормозят наше окружение привыкла жить по одним рамкам а мы пытаемся выйти из них возможно что это не ваша судьба жить вот таких условиях но окружение ваше не даст и не отпустит вас то есть это как знаете какой-то заговор против вас поэтому надо бороться если вы в голове и подсознательно чувствуете что это ваше то идите к цели если что-то понимаете что это не ваше то конечно тогда решайте сами прислушайте уйдите в поход на один день прислушайте останьтесь в одиночестве и по сути что говорит ваше тело если она говорит давай пробуй дерзай если он говорит не надо ну тогда оставайся так как есть поставил ориентируем тот вот я типа да это не моя какая-то вверху мне нужно держаться ее потому что я так по ветру пытаюсь по ветру управлять и все время вот туда там маяк там остров и меня на этот остров что-то тянет я для себя определил что мне надо главное держать вот это веха была видно а ты вот не смотришь на глубины прокладывание маршрута как это происходит ну когда побли приближаешься к берегу и там уже где-то что-то тут здесь вот не на черкотере а на глубине а так вообще ты изначально как-то прорабатываешь маршрут когда кто-то изучаешь местность так примерно плюс-минус что если там где-то какие-то скалы имели все такое то чтобы знать что туда ходи туда не ходи а так в принципе океан он душу вот по воде ориентируешься вот при таком вале волны если будет какая-то мель то это сразу будет очень сразу будет где-то какой-то перевал что-то там изменится характер волны и ты на него ориентируешься будет тишина прикольно пошли сейчас уже все скажем по ветру ветер оттуда дует сейчас он будет меняться потому что я сам покажу видите он будет загораживать там ветер кто-то вообще тихо стало 2 и 8 глубина большая еле идем штиль ветра нету он дергает михаил помню туда говорил уже об этом что то подул нет волна 5 подул это на бум-бум кстати видно что даже приподнимает вот здесь уже оттяжка гика надо убираем паруса ветра нету ну как сад тяжело не желано нет проблемно так будем убирать грот начал полоскать будет опять у нас motor selling ну что все отработали складывание постановки крота и возвращаемся уже сейчас домой наш воблер не работает курс поменяли конечно автопилот эта тема чик выставил он подруливает можно помочь можно собрать x10 с михаилом переписываясь но идем на 18 воротов а а а а а а а а экспериментировать а ты обычно вот так всегда или на удочку тоже а веревка вот это как насколько надежно как тащить рыбу потом если она будет и не царапаешь не тут пальцем на палец накручиваешь ну если уже сопротивляется то просто потягал его за лодкой чтобы она устала и дальше тишь да гладь смотрите ни ветра ни волн один тузик только создает нам волны солнце аж печет ооо там сушит целое семейство ничоси офигенно и вон у него она тут надувной каяк который я все хочу прилив так такое спокойствие 8 и 2 сейчас начнет уже возрастать идем по форматору вроде как все отлично спокойно тихо а штиль жалко чувак этот на парусах за нами валит еле-еле конечно он молодец вот уже такой вариант неплохой видите стоит арка мне нравится такое тоже может не так сильно крепко но по крайней мере есть такое дело диодный фонарь спереди он видите стоит для освещения тоже я сделал бы себе так мы пришли амуринг занят уже владимир дал другому видному человеку тоже обещал фиг его знают ну в общем сейчас мы будем меняться местами с ними по идее мы можем и прицепиться на один муринг вдвоем ну так предложите закончился наш тур трип глушим прикиньте вот теперь все зарядилось может все нормальная разводка может я зря синюл тут суть того что я туда переключал помните режим 1 2 сейчас вам покажу то есть вот я переключал сейчас я переключил опять на второй режим заводится на первом режиме после этого я переключал на второй оказывается это была ошибка то есть надо было ставить на первом и теперь сейчас заряд 75 процентов посмотрим насколько его хватит у меня зарядилась мои все батареи то есть вот мы видим тест батареи 75 75 вроде нормально подрает люки ну что вроде бы я что-то нашел и мне оказывается все таки кажется все течет вот отсюда именно то есть тут вопрос в том что возможно что я ставил под струйку а на самом деле она течет не совсем там вдруг я сказал пробуй салфетками видите мы пространство смотрим и салфетка видите набирает воду значит где-то течет значит бутылка не все прячет точнее закрывает хочу отдельно благодарить Егора с Минска за донейшн который он сделал за то что он вносит вклад в наше путешествие я вас не подведу друзья спасибо Егор красота пиво праздничное все прошло успешно тест драйв пройден сейчас надо разбираться с муфтой и натянуть ванту ну и потом поставить двигатель а еще завтра собирать бимини и сделать видео ну короче работы хватает как обычно на лодке скучно не бывает так что будем пробовать натягивать не могу ее никак открутить ни разу в общем не смогли мы ничего открутить стало даже чуть больше бежать не хватает инструмента вот этот ключ который я купил он еще не помогает какая-то вот эта херня сейчас надо сделать рычаг и не могу ничего найти такого чтобы засунуть чтобы увеличить рычаг чтобы труба была более сильная так что у нас еще есть надо инструмент разбирать ключ универсальный с рычагом ну что одно не получилось пока сделать пойдем затянем ванты немножко мух то уже завтра будем пробовать разбирать съезжу за ключами куплю их так что сейчас наша задача снять с топора и затянуть натяжку произвели сейчас мы ставим стопор я сегодня знаете что друзья не успел мне вчера мотоцикл купили отправить документы по транспорту не получилось и пришли мы в 4 я бы не успел потому что 30 минут только но даже если на велосипеде поэтому завтра с утра мы поедем сразу отправим документы новому владельцу обладателю мотоцикла и попробуем купить ключ и сделаем ту часть до отъезда значит анрюх у нас будет переход с тобой мы будем тузика поднимать или будем оставим чтобы он был сзади что думаешь ты имеешь ввиду туда надо да 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 то есть надо или пусть волочить у нас тогда не будет потерь со скоростью а куда на морду закидывать или сзади у нас такая площадка хорошая прям бросится сзади а то что ветер или он думаешь ляжет ну его прижать и закрепить я смотрел ребята как-то делал знаешь они вот херню что-то закидывается у меня трап они на него ставят за трап приподнимают и на две веревки в растяжке получается тузик торчит ну купите видел как он там ну он у него поднимает он уже висит у него он уже сделался ну вот так раз распорку так и нормально только растянуть ее надо и все подготовка мне надо записать ответы у нас сейчас будет коллаборация с ребятами с тоже блогерами путешественниками есть вопросы на которые надо ответить и надо записать видео и не хватает света чтобы это все прикольно сделать записать а уже вечера ребята говорят надо уже делать я бы завтра все это сделал но будем пробовать все сколько света так круто так уютненько и и и и и и